добрейшего дня еще один ролик сразу вот снял видео про электронные сигареты что-то я отрешил еще пару слов про электронную коммерцию сказать Америка это благодатный край для людей которые хотят запустить свой собственный бизнес небольшой и кто собирает заняться электронной коммерцией основной плюс это отсутствие разного рода дурацких бюрократических препонов и проблемы с доставкой например если вы заказываете товар напрямую из Китая Гонконга Тайваня то срок с момента как вы оплатили заказ и до того момента как вам произнесли его непосредственно в дом постучались тук-тук в дверку с утра и доставили ваши коробочки проходит приблизительно 4 максимум 5 дней то есть 5 дней и вот то что вы оплатили в Китае у вас уже находится здесь и совершенно всем пофигу какое количество и чего лежит в этих коробках но здесь чтобы это было какие-то легальные вещи то есть не запрещенные для пересылки понимаете да то есть это может быть 100 или 200 сигарет а может 500 никому до этого дела нет если вы ведете свою коммерцию вы потом все равно за свою прибыль в конце налогового года отчитаетесь подадите налоговую декларацию в рс и соответственно вас никаких проблем нету государство вам палки в колеса не ставит на днях читаю замечательную статью про крик даже скорее вопль вопль помощи не знаю караул кричит емс застряла хреново тут туча тон посылок на шереметьево карга персонала не хватает никто не растамаживает проблема с задержкой доставок и так далее все это конечно полный бред я неоднократно сталкивался и с шереметьевской таможни с этим карга шереметьево сталкивался сталкивался таможни центрального центральная почта это в москве пересечения варшавского шоссе и улица нагорный там рядом их не офис находится я могу сказать следующее если вы что-то упаси боже заказали из китая там не знаю из какой другой страны в количестве больше трех единиц считайте вы гребли на свою попу проблемы потому что вашу посылку вам не доставят но вас вызовут в этот офис туда вот эту самую почту и соответственно вынесут вам весь мозг то есть получить груз вы просто так не сможете придется исполнять пляски с бубном и если вдруг вы не убедите таможенника что это лично для вашего использования и вот это не для продажи то у вас будет только два способа первое или отказаться вообще-то чтобы она ушла назад или же воспользоваться услугами местного прикормленного брокера которые конечно бесплатно заполнит вам все эти бумаги и все это потом пойдет медленно там и так далее и подобное вполне вероятно вы даже может быть даже и быстро выдернете все это дело у меня два незаконченных высших образования я пару раз самостоятельно пытался заполнить вот эти таможенные бумаги в россии хочу вам сказать что моих двух незаконченных высших образования не хватило чтобы разобраться как эти бумаги правильно заполнить то есть вот это делается специально чтобы поставить преграду для тех людей которые хотят или что-то вести для себя или хотят вести для какого-то мелкого бизнеса понимаете но при этом через определенные прикормленные каналы тем крупным 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 компаниям которые занимаются серьезным серьезным бизнесом открыть зеленый свет там даже не то что щелочка в дырке на границе а там прямо не знаю дырище огромное сквозь которые проходят грузовики с контрабасом и товар через разные другие схемы вот понимаете в чем дело соответственно если вы заказали какой-то груз из китая вы его не получите и не через три дня и не через пять а дай бог вы его получите через месяц а то и через полтора потому что в течение четырех дней ваш груз действительно из китая придет в москву или там в какой-то другой населенный пункт на сортировочный таможенный склад а все оставшееся время в течение месяца он там спокойненько на этом складе будет блин лежать пока у таможенника не дойдут руки взглянуть на вашу посылку вскрыть ее раздербанить убедиться что ничего нельзя оттуда отжать и только после этого вам эта посылочка поедет вот вот такая вот ситуевина ну а дальше вы как бы сами строить выводы значит если у кого есть какие вопросы вы них соответственно пишите комментарии ну и самое главное подписывайтесь на канал и следить за продолжением потому что сейчас у меня ролики будут выходить чаще и я постараюсь по мере своих возможностей все заявки удовлетворить удачи спасибо спасибо Продолжение следует...